всем привет дорогие друзья вы на канале джонни папе мы сегодня будем играть продолжать играть в симулятора охотник ой почему все время охотника охота сказать симулятор охотника до охотника но за сокровищем в предыдущей серии мы с вами он видите нашли шлем и застряли в одной локации пришлось мне заново но я прошел там выполнил миссию ту который на которой мы застряли в общем на моем столе сейчас красуется такой шлем и мы отправляемся в поиски в поиски мы взяли задание заказ нам нужно сфотографировать родопад гадельской долине вот она красота да но для этого нам нужно не для этого вообще я хочу обновить новый детектор вот такой за 170 купить его и экипировать а тем временем мы отправимся так вот сюда вот гадельскую долину словакии они в кабинете у себя за компьютером пришлось в итоге вернуться вернуться и нам надо до отправиться карта сфотографировать водопад гордейской долине так это я видел этот водопад хорошо водопад будем это что а это у нас карта вот она у нас карта хорошо будем тогда отправимся бегом 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 может быть по дороге что-нибудь найдем с новым детектором какую-нибудь крутую штуковину не будем больше лазить по всяким местностям местностям где застревает охотники за сокровищем но еще раз повторюсь картинка красиво пойдем мы по фиолетовой стрелочке фиолетовой стрелочкой это говорит нам то что нам нужно туда куда нужно так если мы идем прямо хорошо хорошо сфотографировать наверное не здесь там был более крутой такой вид водопад а прям прям падающий капли воды и брызг большой большой высоты до него еще икики ну ладно мы это сделаем бегом самое забавное что детектор еще ни разу не сработал зато окружающаясь окружающаяся окружающая среда которая нас окружает просто такое впечатление как будто ты пробегаешь рядом действительно рядом кабаны и птицы хотя они где-то глубоко-глубоко в лесу вот в таком красивом красивый лесу так куда я забрался а я пошел по какому-то вообще краю а детектор мой все-таки нет хочет срабатывать интересно нет такое чувство что я ребята пошел не по той дороге да 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 я пошел не по той дороге к сожалению ну давай может быть ты запрыгнешь нет нет здесь перелезть я не могу к сожалению ну тогда возвращаемся да нам надо было повернуть на этот мост а не бежать туда прямо и так водопад стрелочка направо ну хорошо пойдемте направо давайте через лес как-нибудь через чащу через рощу через большие большие заросли елок и ель же похоже на ель камешек уперся эх печально печально что в этой игре он все-таки не прыгает хорошо двигаемся дальше нам надо найти точку с которой будет видно прям красиво красиво-красиво водопад так водопада нам сюда или туда ну-ка давайте посмотрим нам уже надпись где будет водопад ну-ка да водопад нам сюда ухты надо же что-то о вы посмотрите теперь какой у нас крутой внешний вид там он проводочки торчат всякие и так давай 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 туда пошел вот здесь копаем 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 раскопать еще раз так копать и 3 копать что у нас там будет ну-ка 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 камон я ничего не вижу очень видите я ничего не вижу лезвие ручной пилы довольно распространенного инструмента вы посмотрите какой она мелкая просто мелкая не хватает загнута деревянной или даже пластмассовой ручки которая должна крепиться к обеим концам лезвия ребятки это маленько маленькое лезвие это широко распространено современный инструмент не представляет собой ценность стоит 17 конечно мы его возьмем нам все хозяйстве пригодится да мы же искать не закроешься надо конечно да ты от этого лезвия круче богаче и шире больше не станешь так это пикает ну ладно мы пробежим у нас сейчас цель просто пойти сфотографировать водопад так я чё-то указателей не вижу она все про меня же про не бегу так ребят я надеюсь правильно да фиолетово вроде был водопад я надеюсь что это водопад был потому что чизна я бегу как какой какой красивый красивый мост аккуратно давайте перебежим так наверное наверно наверно я не туда бегу без стрелочка стрелочка что ты покажешь водопад да я все правильно бегу ура 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 только не хватает какие-нибудь еще драгоценности чтобы наш детектор срабатывал так стрелочки указанным бежать прямо может быть здесь можно пробежать не камни камни у нас вся проблема в камнях мы не можем перепрыгивать не можем перешагивать просто упираемся а вот он водопад ну красота ну вы посмотрите а я даже вижу месту место где нужно встать и сфотографировать да ребятки да просто не описываю охота ли это такого такого прямо летнего 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 лета ну да ладно но скоро наступит вот это место давайте вас фотографируем задание выполнено обновление страниц ребятки но мы сфотали этот красивый на и красивейший водопаде да мы с вами молодцы я тут уперся в какие-то камни уперся в камни которые мне не нужны ну я думаю тут наверное больше делать нечего отправимся наверное сейчас заказы на больше здесь делать нечего отправимся наш кабинет брать задание так что нам в коллекции скажут давайте продадим продать это лезвие еще можно продать вот я каску броди нашел вы посмотрите какая каска со времен войны но мы тоже продадим за 22 но как бы нам не нужно вернемся на почту что нам хотят ухты доброго времени суток на днях с вами связался один из наших клиентов дело касалось касалось давно забытого артефакта находящегося находя да что ты будешь делать в гадерской долине из полученных документов мы быстро выяснили что упомянутый предмет упомянутый это не то что иное как меч ульфберт вы наверняка понимаете что это весьма ценный артефакт поэтому поэтому для нашей организации крайне важно чтобы он как можно скорее оказался у нас найти меч ульф бред ульф бред награда замок замок тенчин место открыто ну-ка это вот где мы были это вот где мы сейчас фотографировали водопад в общем здесь находится меч отправляемся за мечом сразу же просто летим летим за мечом пока его никто другой не взял да 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 так подожди подожди говорю подожди вот гадейская долина в словакии отправиться самое забавное знаете что ребята мы опять в этом месте и какой-нибудь бы быстрый транспорт до места прибытия потому что бегать 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 далеко бежать так далеко бежать это важно вот здесь вот на нас на край карты чтобы сократить сохранить сократить просто будем бежать вперед я не знаю насколько это будет интересно и весело только если по пути нам встретиться что-нибудь такое это копейка щупилика еще которая которая мы поможем мы поможем котором мы откроем вскроем раскопаем закопаем и найдем в общем вот эта стрелочка указать на сокращение тут еще забег у нас был маршрут конечно этот этот короткий путь он чуть-чуть сокращает в целом не знаю слышали вы или нет но я слышал кабана где-то слева был кабан так хорошо почти прошли и двигаемся все правильно нужном направлении хоть чуть-чуть сократили потому что убежать еще наверное игрового времени не знаю а вот реально наверное минуты две-три видите мы уже пересекаем вот эту не знаю что это бывший мост или что это какой-то здесь строение был опты раз по пути нам попалось то давайте его поищем неправильно я встал надо вот так иногда не получается начать копать потому что потому что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот кустик отлично потому что ставим становишься под таким ракурсом и как бы не знаю говорить то что здесь копать невозможно что это гвоздь опять пила ну что это такое наверно копать наконечник от какого-нибудь два удлиненных куска металла соединенных месте для того чтобы ими можно было выбрать поднимать предметы они делают это руками в общем это у нас китайская палочка шучу конечно это просто щипчики это клещи ребят до кузнечные клещи согласно пирки а вот собрание еврейских этнических учений принципов первые клещи были созданы богом перед отдыхом на седьмой день сотворения мира в общем это для того чтобы не обжечься не не повредить себе свое тело руки придумали такие клещи для того чтобы просто братьями предметы так и правильный здесь бегу а нет ребята я никуда бегу сразу говорю я уже здесь был пустые леса потом если застрял потом вернулся нам живут сюда надо да вот сюда и стрелочка налево по моему да вон синяя стрелочка говорит водопад да к сожалению обидно то что в этой локации вообще в этих локациях они маленькие как бы все уже определено заранее в каком месте будет но я имею ввиду предметы такие легендарные то есть то есть ты же приходишь туда про тебе просто остается раскопать и все как допустим сфотографировать ты вот прибежал на место фотографирования смотришь ага значок фотоаппарата значит тебе нужно там именно фотографировать не как допустим просто бегаешь ищешь место это место с одной стороны конечно же это облегчает чтобы не искать определенное место на фотографии что у нас тут за пеликова пока ты его найдешь там все нервы себе измотаешься этим местом конечно да проще двигаться по значку это вот здесь повышение ахей вот это да ребята вот где то он здесь был великол так сложно было его найти честно вам скажу вот все есть наверное какой то мелкий предмет раз так сложно определить его что это что это такое-то кусочек железячки лезвие старой косы вот это да распознаем коса это ручной инструмент для скашивания травы и сборки урожая в общем она старая-старая но к сожалению это редкость у нее обычная так что мы просто и заберем и бежим дальше на водопад твой водопад ну да на водопад там будем раскапывать меч меч легендарный меч скорее всего легендарных вещей настолько пока шлем и все все остальное всякая краска там старые колокольчики молотки крючки иголки пули то что только нет в общем старые железки которые были давным-давно закопаны случайным образом или не случайным и забытый времени это там кабан такой прозвучал к бы она почти прибежали нашему красивому водопаду и где-то вот здесь около моста где наш мост вот видите сразу за пили кого так самое забавное когда я здесь изначально пробегал она-то не пили кого она не срабатывала это детектор мы берем миссию какую-то и она появляется наша закопка раскопка наверно поменяем ракурс вот так вот а то так ничего не видно где копай ну копай копай давай заставай меч давай же давай говорим 4 5 да ребята чипс это работает то есть чем глубже тем и больше копаем что такое это что меч ну ка распознаем легендарь это время создания девятый век ребят посмотрите какой меч ну как бы с виду он обычный но он крутой скажем так ну и нахождение такого точного количества углерода он сделан из углерода и в принципе он тоже бесценен и мы его возьмем и я думаю на этой локации больше делать нечего до меч и мы отправимся наш кабинет посмотрим куда же этот меч все-таки можно поставить так и где наш меч допустим шлем я вижу а вот он наш меч висит на стене еще бы походить бы конечно по наши по нашим кабинетом можем так рассматривать только издалека в общем ребята мы нашли с вами меч и по каску из легендарных предметов и локация нас наверное сейчас уже будет следующая но это будет уже опять в следующем ну что там за локации почта компания global antics сообщила что вы помогли обнаружить меч ульбрит в районе городской до гадежской долины с огромным удовольствием сообщает что добавляет записи выполнения этого задания в итоговый отчет который станет решающим фактором в вопросе получения нас леса вот это да 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 ребята нам следующую нас новая локация это замок тенчин вот это да но это будет уже в следующей серии вы были на канале джонни папин не забывайте подписываться пишите комментарии лайки делитесь этим видео всем пока пока Субтитры создавал DimaTorzok